А в Ак-Тубе на два месяца арестовали отца, который подозревается в убийстве своего четырехлетнего сына Данила Ахунова. Мужчину перевели в следственный изолятор. Эта история перед Новым годом потрясла весь Казахстан. Тогда мужчина заявил, что оставил ребенка перед поездом, и он пропал. Ну а позже отец признался полицейским в убийстве. Двух других его малышей поместили в Центр поддержки детей Айала. Айала Ауэсов узнавала новые подробности. Эти кадры из архива Актюбинского медцентра, где в праздничный день 2018 года на свет появилась тройня. Счастливая мама принимала поздравления. Многодетной семье пообещали помочь жильем. В итоге квартиры от государства так и не дождались. Через год с Китани по чужим углам семья распалась. Детей забрали в дом ребенка, маму лишили родительских прав. В конце прошлого года появился биологический отец, который заверил, что имеет право воспитывать детей. Гражданин Ахунов подал иск в городской суд по определению отцовства. Суд его отцовства удовлетворили. И он все фамилии всех детей поменял на свою фамилию. Потом он обратился к нам в опекунский совет, где подал заявление и где предоставил соответствующие документы. То есть это документы, что он не имеет судимости, что он нигде на психонаркодиспансерах на учете не состоит. И была еще справка характеристика с отдела полиции. Всего месяц назад тройняшек вернули в семью. Но по решению опекунского совета они должны были посещать группу дневного пребывания в доме ребенка. В последний раз малышей видели 1 декабря, когда им как раз исполнилось 4 года. Сотрудники нашего дома ребенка обнаружили, что дети были избиты. Были видны следы как будто бы от палок, то есть множественные кровоподтеки. У всех троих? У всех троих. И у Данила тоже. И на голове были, на теле множественные кровоподтеки. О побоях сообщили в инспекцию по делам несовершеннолетних. Был составлен акт, и дети подтвердили, что руку на них поднимал папа. После этого происшествия у руководства дома ребенка не было полномочий вмешиваться в судьбу детей. Почему органы опеки не предотвратили трагедию и не забрали детей у отца, чиновники сказать затрудняются. Говорят, здоровью тройняшек был нанесен легкий вред. Поэтому решили дождаться решения суда, куда передали все материалы. По словам воспитателей, погибший Данил был очень застенчивый и ласковый ребенок. У него была задержка речевого и психического развития. Его брат и сестра сейчас находятся в центре поддержки детей Айела. Дети чувствуют себя хорошо. С ними работают психологи и социальные педагоги. О трагедии они ничего не знают. Иногда спрашивают о своем брате. Мы направили их на бедосмотр в поликлинику. Они немного отстают в развитии от своих сверстников. Здесь они будут жить, как в детском доме. У нас созданы все условия. Теперь детям будут подыскивать патронатную семью. В этом же центре проживала и старшая сестра Тройни. У детей разные отцы. Недавно семилетнюю Милану удочерили приемные родители. Подробности жуткого убийства в интересах следствия не разглашают. 40-летнего отца тройняшек Артура Ахунова суд арестовал на два месяца. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, либо пожизненное лишение свободы. Лайла Уйсова, Жумар Тадайбергенов, Информбюро, Актубе.